Во вторник состоялось самое главное спортивное событие уходящего 2017 года – открытие спортивного комплекса борьбы с самбо и дзюдо. Разделить эту радость жителями района приехали глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, заместитель председателя Госсовета Хаса Республики Адыгея Мухаммед Ашев, главный инспектор по Республике Адыгея аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе Сергей Друкин, самый титулованный самбист, 11-кратный чемпион мира по самбо, депутат Государственной Думы Российской Федерации Мурат Хасанов, генеральный директор ООО «Южгазэнердж» Александр Богданов, депутата Госсовета Хаса Республики Адыгея. Присутствовали глава района Заур Хамирзов, депутаты СНД, главы сельских поселений, руководители предприятий и организации района, старейшины, тренера и воспитанники Кашхабской детской и веношеской спортивной школы. Торжественное мероприятие началось с выступления воспитанников Кашхабского детского сада. Следует отметить, что детишки во главе со спортивным работником Беллы Тауэй основательно подготовились к этому событию. ПЕСНЯ 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 Россия! Россия! В этом слове одно и сила! В этом слове по великолепной борьбе России и плавя! Россия! Россия! В этом слове одно и сила! В этом слове по великолепной борьбе России и плавя! Россия! В здании площадью свыше 880 квадратных метров разместился большой тренировочный зал с трибуной на 120 зрительских мест, два тренажерных зала, раздевалки и душевые, административные помещения. Мы видим высокое качество проведенных работ и современное спортивное оборудование. Теперь задача муниципальной власти, тренеров и родителей максимально заполнять спортивные залы, вовлекать детей в занятия спортом, сказал глава Адыгея на церемонии открытия нового спортобъекта. Я хотел бы поблагодарить Александра Александровича Богданова, потому что немаленький путь он прошел. Во-первых, качество, вы видите, во-вторых, какую услугу можем осуществлять уже всем населением Кашкабрского района. Поэтому все в ваших руках, в руках тренерского состава, в руках детей, в руках власти муниципальной получили возможность максимально быть заполнены спортзалами. Мы по Аулу Кашкабр намерены еще физкультурно-оздоровительный комплекс построить большой, но слово за муниципалитетом, потому что проект, привязанный к земельному участку, должен предоставить коммерческий завод на региональный уровень республиканцев. Поэтому мы ждем. Мурат Кумпилов подчеркнул, что генеральный директор компании «Южгазэнердж» Александр Богданов продемонстрировал яркий пример социальной ответственности, подарив Аулу спортивный комплекс. Глава республики отметил усиленное взаимодействие власти и бизнеса, благодаря чему удалось решить ряд социально значимых задач. В республике очень много объектов сегодня делается. То, что касается паспорта, мы в этом году сдали стадион республиканский, сдали тир республиканский. В прошлом году ФОК, 5000 квадратных метров под крышей. Мы сегодня проект привязываем к ледовому дворцу на территории города Майкопа. Сегодня строительство идет в ауле Тахтамукай, ФОК. В районные центры перешли физкультурно-оздоровительный комплекс Большой. В следующем году по плану Панижукай, поселок ИНМ. Мы также в бюджете выделили на зал тяжелой атлетики в поселке ИНМ. Мы с 2018 года в Ходзе начинаем строить дом культуры со спортзалом. Мы в этом году при Чепсине ремонтируем дом культуры 100% за счет республиканских средств. Врат Кумпилов отметил, что руководство республики направляет значительные усилия на развитие сельских территорий, чтобы все жители Адыгеи имели одинаково комфортные условия для жизни. Серьезные усилия направляли на устойчивое развитие сельских территорий и выделяли средства и на газ, и на воду. По газу 97% ориентировочно газоснабжение Кашкабовского района. Когда о таком могли мечтать. Мы намерены его довести до 100%, чтобы качественные услуги были на территории всей республики одинаковыми. С таким событием всех присутствующих поздравил главный инспектор по республике Адыгея аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ЮФУ Сергей Дрокин. Уважаемые коллеги, вы все прекрасно видите, какой замечательный объект сегодня сдаётся в эксплуатацию. Ещё раз хочу подчеркнуть, что в его строительство было вложено очень много и людского потенциала, и сил, и финансовых средств. И, конечно же, всё это, ещё раз скажу, было сделано, уважаемые ребята-спортсмены, вот в кимоно, которые стоят. Это для вас, для вас, чтобы в следующие Олимпийские игры, но выйти там уже не попадём, да, естественно, вы ещё молодые, чтобы в следующие Олимпийские игры были обязательны за вами. Всем удачи, добра и всего самого доброго. Затем слово предоставили заместителю председателя Госсовета Хаса Республики Адыгея Мухаммеду Ашеву. Кашахапель, конечно, заслужил такой объект, хотя очень сложно он давался. Это ваши усилия, спасибо искренне. Спасибо. Мурат Хасанов рассказал юным самбистам, как тренировался в их возрасте. Хотелось бы ещё раз большое спасибо за этот зал сказать. Это прекрасный зал, я даже помню, вот здесь тренера сидят, мы все боролись на сцене. Поэтому сегодня такой прекрасный зал, даже об этом мы не мечтали. Я бы хотел ребятам пожелать, чтобы побольше у нас чемпионов было и будущих чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр. И вам большое спасибо, что это завершили. Генеральный директор компании «Южгазэнерджи» в свою очередь рассказал о своем отношении к вопросу взаимодействия бизнеса и власти. Здесь было столько всего сказано, мне остается только присоединиться. От себя тоже могу сказать только то, что очень сильно расширюют, что люди, которые здесь работают и все учреждения, в скором времени покроют себя славой предстоящих побед и фамилиями, и именами будущих чемпионов. Потому что мы-то здесь работу закончили, а основная работа только начинается. Поэтому всем тренерам, всему коллективу сил, терпения и удачи. Заключительным словом выступил глава района Заур Хамирзов. От всех жителей Каштабрского района, наверное, выражу мнение всех, если выражу слова благодарности, людям, из которых не состоялся бы вот этот замечательный объект. Это первая очередь, товар республик, Мурат Киркевич Кумбилов и генеральный директор фирмы «Южка-Зенедж» Александр Александрович Пагданов. Вот этот объект я воспринимаю как социальный объект. Это инвестиция, инвестиция вот этих ребятишек по спинам детско-юношеской спортивной школы. Это наше будущее. Все для них. Мне очень отрадно видеть сегодня на открытии старшее поколение родителей, мам. Мы все прекрасно понимаем, что это за объект. И поэтому спасибо всем вам. Я хотел бы пожелать всем счастья, здоровья, благополучия. Также выступили представители старейшин района и духовенства. Они, в свою очередь, выразили благодарность за вклад в развитие спорта в Кашхабрском районе. Еще одним знаковым событием уходящего года стало открытие после реконструкции здания Кашхабрского центра социального обслуживания населения. Здание не ремонтировалось более 20 лет. Изношенными оказались как кровля, фасад, оконы и дверные блоки, так и инженерные коммуникации. В результате переговоров главы АДГ Мурата Кумпилова с министром труда и соцзащиты Российской Федерации Максимом Топилиным, в республике были выделены из резервного фонда правительства России более 9 миллионов рублей на проведение необходимых работ. На эти средства здания привели в соответствие с действующими нормами, улучшили условия обслуживания граждан. Кроме того, по поручению Мурата Кумпилова за внебюджетные средства выполнено благоустройство комплексного центра. Произведена планировка территории, заменена ограда, проведено нарушное освещение, устроены тротуары и газоны с зелеными насаждениями. «Благодарю всех, кто участвовал в этой работе и эффективно освоил федеральные средства, качественно и в срок провел ремонтные работы. Мы рады, что сотрудники комплексного центра получили комфортные условия для обслуживания населения. Надеемся, что жители почувствуют возросшее качество предоставляемых услуг. Сюда приходят те, кто действительно нуждается в помощи, в вашей чуткости и внимании», – сказал глава республики. Работников центра и жителей ОЛО Кашихабль также поздравили главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента Российской Федерации в ЮФО по республике Адыгея Сергей Дрокин, заместитель председателя Госсовета ХАСа республики Адыгея Мухаммед Ашов, министр туда и социального развития республики Адыгея Джанбич Мирза, депутат Госдумы Российской Федерации от Адыгея Мурат Хасанов и глава Кашхабского района Заур Хамирзов.